13 октября завершается летняя навигация. Теперь рейсы северной транспортной компании будут выполнять только суда на воздушной подушке. О том, как изменится расписание в межнавигационный период, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Одно из самых популярных направлений речной навигации на Ринмар-Тельвиско. Быстроходным судном на воздушной подушке можно добраться до конечного пункта в считанные минуты. Мне нравится, без разницы. Обычно ездим зимой на машине, летом на лодке. Каждые выходные почти ездим. Если бывает выбраться в город, то я обычно то такси вызываю, потому что у меня время не совпадает с рейсом. А подушка ходит очень хорошо. В летнюю навигацию добраться до населённых пунктов округа можно на лодке, речном судне и на самой популярной быстроходной воздушной подушке. Некоторым нравится потихоньку ехать, некоторым наоборот нравится на подушке ездить. У всех всё по-разному. Так, конечно, благодарят и за то, что быстро доставили. Скоростное судно на воздушной подушке Василий Самойлов встало на пассажирскую линию в 2016 году. Исправно проводился технический осмотр и текущий ремонт. Сейчас буквально в этом году вышло с капитального ремонта. Заменили два двигателя, поставили более мощный. Заменили гибкое ограждение, всю ресивера, что судно, так сказать, новое. В этом году летняя навигация закрывается 13 октября. С 14 числа северная транспортная компания переходит на межнавигационный период. Количество рейсов в населённые пункты округа заметно уменьшится. Соответственно, изменится и расписание. По прогнозам гидрометеорологической станции, лёд в порту Наринмара появится уже с 18 октября. Осенью 2021 года появление льда на Печоре ожидается 18-25 октября. В порту города Наринмара 18-19 октября, что соответствует средним многолетним срокам. При этом появление льда может носить неустойчивый характер. На Тундровых реках образование льда также возможно на следующей неделе. На реке Морию, Каратайхе, Чёрной, Шапкине, Куя и Колве 15-20 октября. На реках Ома, Нерутас, Нопа, Индига, Вижес, Пёша, образование льда прогнозируется на 20-25 октября. На реках Чижа, Шойна и Несь лёд должен появиться к 10-15 ноября. Что касается прогноза погоды на выходные дни, то в Наринмаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днём плюс 2, плюс 4 градуса.